Действия спектакля «Полёт над гнездом кукушки» разворачиваются в психиатрической больнице. В главной роли занят художественный руководитель театра Игорь Вербицкий. Он считает, что идея сегодня воссоздать на сцене события, происходящие в Америке 60-х годов прошлого века, была как нельзя кстати. Мы выигрываем тем, что мы живые, мы даём живую энергию в зал. Всё-таки кино, представьте, 75-й год, сейчас 2017-й, сколько лет прошло, уже 40 лет прошло, поэтому Николсон когда-то сыграл эти эмоции, чувства, и они мёртвые, в принципе. Какой бы он гениальный ни был, но это всё, он не изменит ни одного поворота головы, ни одного взгляда, ни одной оценки, а мы здесь можем творить сейчас что-то актуальное. Сейчас мы увидели в том, что Америка зарывается немножко, мы про это говорим, что нельзя так себя вести, нельзя. Америка того времени показана в условиях замкнутого пространства психиатрической больницы. Она, больница и есть проекция Америки, и конфликт, разворачивающийся там, демонстрирует конфликт людей с системой. Как считает режиссёр Олег Белинский, штаты сегодня не сильно отличаются от Америки той поры. О деталях спектакля перед премьерой режиссёр говорить не стал. Но почему выбор пал именно на это произведение, он объяснил. Дело в том, что это по роману Кена Кизи Вассерман написал инсценировку. Вот мы её делаем практически почти не отклоняясь от него. Ну немножко из Кена Кизи, чуть-чуть мы что-то взяли от романа, из романа вставили. И дело в том, что про что бы мы ни рассказывали художественно, это всегда отношение имеет к нам, к каждому из нас. Независимо, там это было или здесь это было. Вот не дай бог, чтобы у нас так было. Если у нас так есть, значит, тоже нужно сопротивляться. То есть в принципе это вообще о нашем устройстве политическом. Наш, Америки, мира и так далее. Поэтому я считаю, что выбор, а я, меня действительно очень тревожит вот это вот поведение непредсказуемое. Послушайте, МакМерфи, ты или мне тут не МакМерфи, да? Давай. Непредсказуемым будет поведение всех героев, действие спектакля и, скорее всего, оценка зрителей тоже. Оттого и интереснее. Всего в спектакле «Полёт над гнездом кукушки» 12 ролей. Подругу главного героя, завзятого картёжника и бунтаря МакМерфи играет актриса Ольга Иванова. Ей пришлось основательно поработать над ролью, додумать то, чего не было в произведении. Чтобы подобрать героине какой-то образ в книге, даже в фильме, в пьесе этого такого не описывается. Я сама придумала образ. Я считаю, что эта девушка небогатая, она вынуждена зарабатывать, быть проституткой. Ну, при том, по моему амплуа, как бы, я не прожённая и, как бы, молодая, но вынуждена, да, зарабатывать я. Она идёт к Маку, он говорит, ну, я думаю, что всё-таки он в чём-то мне помог, и поэтому я прихожу к нему, тоже выручаю. А там уже, да не сказал бы, что любовь. Нет, это так, я пришла к другу. Вечеринки меня волнуют. До дня премьеры спектакля «Полёт над гнездом кукушки» осталось всего три дня, но полёт фантазии режиссёра в самом разгаре. До сих пор меняются декорации, дошиваются костюмы, оттачиваются нюансы актёрской игры. Премьера «Полёт над гнездом кукушки» состоится 24 августа. Зелина Шерифова, Талгат Абдинабиев, информационная служба, телекомпания «Утрар».